Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – старт благотворительного проекта «Любовь милосердствует. Нововведение в Запорожской епархии». В гостях у нас архиепископ Запорожский и Мелитопольский Владыка Лука. Проект «Любовь милосердствует» проходит в нашей области уже третий раз. Каждый год мы наблюдаем, что все больше людей присоединяются к нему и всеми своими делами доказывают, что настоящая любовь всегда милосердна. Сегодня стартует активная фаза благотворительного проекта, и подробнее об этом попросим рассказать Владыку. Добрый день. Я благодарю вас за то, что вы откликнулись на наши приглашения. По итогам 2011-2012 годов можно сказать, что, например, уровень оснащенности нашего отделения онкогематологии детской областной больницы фактически на таком же уровне, как и Ахмадет. Сразу хотел бы сказать, что мы не стараемся как-то помогать точечно. То есть вот кому-то помочь, конкретному ребенку, мы стараемся приобрести оборудование, медикаменты, которые бы могли помогать всем детям, которые находятся на лечении в детской областной больнице. Это основная такая философия нашего благотворительного проекта. Еще основной момент, на что бы мне хотелось уделить внимание, участвуют все желающие. Мы не определяем, что только там такая-то партия участвует или такой-то человек вероисповедания. Любой желающий может принять активное участие в нашем благотворительном проекте. 6 апреля 2012 года было подведение итогов активной фазы, мы уже назвали в этом году активной фазой благотворительного проекта. Но после этого все равно по сей день деньги поступают на благотворительный счет, с которого мы можем в течение года тоже принимали участие на приобретение, на помощь детским областным больницам. И сейчас уже около 30 тысяч находятся у нас на счету. Особенно мне бы хотелось еще акцентировать внимание, что мы стараемся расширить свое поле деятельности. В этом году опять обратился к нам главный врач областного тубдиспансера, Актерский Александр Иванович, с просьбой помочь в приобретении на весь год диагностических веществ для тест-диагностики ранней формы туберкулеза у детей. Это не такая уж большая сумма, но тем не менее, если мы это приобретем, мы можем на год гарантировать, что все наши дети будут обследованы. И как раз вот сейчас я хотел бы сделать акцент, что все-таки туберкулез – это не только социальная болезнь. Туберкулезом болеют все. И в результате того, что сейчас у нас, в нашей области, в Запорожской, правильно налажена эта профилактическая работа, фактически у нас одни из лучших показателей по Украине по уровню снижения заболеваемости туберкулеза. Но если средняя по Украине заболеваемость на уровне 80-90 человек на 100 тысяч, то у нас в Запорожье до 60-70. Обращается, конечно же, 5-я детская больница, особенно отделение хирургии, потому что там оперируют детей со всей области, и они нуждаются тоже в определенном оборудовании. Как вы были свидетелями, все в 2012 году был приобретен бронхоскоп, аппарат, прибор, который необходим для ранней диагностики и лечения заболеваний органов дыхания у детей. Хотелось обратиться особенно к руководителям наших промышленных предприятий, мне бы хотелось, чтобы они более активно приняли в этом участие. По опыту прошлых лет, за 2012 год я уже говорил, что наши промышленные предприятия пожертвовали аж 10 тысяч гривен. Это все громадные гиганты, наши заводы такие. Вот такая была сумма пожертвована. «Мотор Сич» — единственное предприятие, где больше 100 человек пришли и сдали кровь. Больше 128 человек. Мне бы хотелось обратиться и к нашим бизнесменам. Фактически, постоянный участник у нас один — это Евгений Александрович Анисимов, кто пожертвовал в позапрошлом году крупные суммы материальных средств, на которые были куплены эти необходимые оборудования. Почему я так конкретно уже обращаюсь к руководителям предприятий, к бизнесменам? Наш губернатор сказал, что мы должны стараться делать малые добрые дела. И вот из этих малых добрых дел будет состоять одно громадное большое доброе дело. Делая добрые дела, тем самым мы вытесняем из своего сердца как раз и злобу, ненависть. Еще один акцент в нашем проекте — это «Любовь милосердствует» — именно стараться посеять в сердцах жителей Запорожского края именно любовь. Что будет в рамках благотворительного проекта? Традиционно это сбор материальных средств, сбор донорской крови, потому что очень большое количество крови доноров необходимо для лечения онкобольных детей. И необходимо как минимум 10 доз крови. Чтобы приготовить одну дозу, необходимо 15 доноров. То есть родители больного ребенка должны найти 150 доноров. Поставьте себя на место родителей. У вас есть 150 знакомых, которые бы могли прийти и сдать кровь. Поэтому мы и обращаемся ко всем нашим прихожанам, чтобы они тоже приняли активное участие в нашем благотворительном проекте. Я еще раз повторяю, что это не только православные люди. Любой неравнодушный человек мы призываем каждого к участию в этом благотворительном проекте. Мы помогаем всем детям, которые поступают в эти отделения со всех уголков, в этом благотворительном проекте. Продолжение следует... 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 Мне бы немножко, наверное, хотелось коснуться, может быть, уже это прошло, собор. Архиерейский собор, который проходил в Москве. Собор был самый многочисленный. Почему? Потому что, ну, во-первых, было очень большое количество архиерейских хератоний. И такая маленькая цифра. На соборе присутствовало 275 архиереев. Фактически со всего земного шара, где русская православная церковь свидетельствует о Христе, где есть храмы русской православной церкви. Всех православных архиерей всего чуть больше 600. Это фактически половина православия. На соборе обсуждались жизненные вопросы, и вот вопросы катехизации, вопросы проповеди. Кстати, мое распоряжение тоже касается информационного присутствия, чтобы наши священники не боялись иметь свои странички и создавать интернет-сообщества наши православные. Потому что вот мы этого почему-то боимся. Священнослужители, верующие люди считают, что это дело не Божие. Но то, что грязь льют на церковь, а мы не можем этому противостоять, ни на баррикады, ни какие-то выкрики, ни какая-то борьба. А должны мы вести нормальную, здоровую дискуссию. И поэтому вот когда нас несколько человек, то есть у нас сообщество, я думаю, это более будет продуктивная дискуссия. Об этом тоже святейший патриарх Кирилл говорил в своем выступлении. То, что рассматривалось и сейчас бутаражится в нашем обществе, это проблема идентификации, проблема кодификации, идентификации личности. Собор четко обратился ко всем руководствам стран канонической территории Русской Православной Церкви, чтобы людям предоставили свободу выбора. Вот как водились коды по решению суда, ты можешь отказаться от этого кода, но тебе делают соответствующую пометку в паспорте. И в связи с этой пометкой в паспорте ты можешь осуществлять все свои финансовые операции. Но почему церковь так выступает? Потому что мы против насилия над свободой человека. Бог есть свобода. И этой свободой Он наделил человека. И мы никто не имеем права ограничивать эту свободу. И поэтому мы обращаемся, что если это вызывает у человека какое-то нездоровое состояние, то есть это противоречит его совести, то церковь просит руководство стран не ограничивать эту свободу. Конечно же, есть небольшая группа людей, которые требуют, чтобы сказали, что это печать Антихриста. Мне бы хотелось повторить, что печать Антихриста будет ставиться после того, когда человек сделает свой выбор. Либо крест и Евангелие, либо хлеб и служение сатане, Антихристу. Вот тогда будет ставиться печать Антихриста. Мы выступаем за свободу человека, за свободу Личности. И об этом свидетельствуют документы Священного Архиадийского Собора. Ещё один важный документ, который был принят, и фактически это документ об экологии, сохранении окружающей среды. Некоторые сразу задают вопрос, а что вы будете бороться с выхлопными газами или заводами, которые это всё делают. Мы не должны думать, что только вот это и заключается защита окружающей среды. Мы должны обращаться к своей паспе в первую очередь, вот посмотрите, сколько мусора у нас сейчас находится на улицах. И вот слава Богу, что наш мэр Александр Ченцанович, вот как раз его идея, это чистый город, это фактически сохранение окружающей среды. Вот разумное отношение к своей природе, это те же зелёные патрули, это насаждение деревьев, это всё является сохранением окружающей среды. Ну и естественно, церковь выступает и за то, чтобы хозяева, кто имеет заводы, чтобы они следили за экологической составляющей тех выхлопных газов, которые сейчас происходят. Потому что ведь это всё зависит от человека. Если он готов вкладывать свои средства и заботиться о своих людях, то, конечно же, он будет покупать и те же хорошие фильтры и будет заботиться о том, чтобы не загрязнялась окружающая среда. Это вот такие основные документы, обращения. Священного Синода, это тоже сейчас во всех церковных средствах массовой информации это выложено. С ними можно более подробно ознакомиться. Владыка, вот по поводу свидетельства об отпевании. Обычно люди обращаются в ритуал, и уже там происходит вот всё оформление документов вплоть до священника. Это первый вопрос. Как, вот я не понимаю, это отдельно? Вы же сами сказали, вплоть до священника. То есть таинство, обряд отпевания совершает священник. И он должен поставить свою подпись, что он это совершил. То есть это будет выдавать священник, что он это сделал. Ясно. И второй вопрос. Я знаю, что у вас ещё было распоряжение насчёт облачения священников. Да, да, я не отмерил это. Вот для меня, как священнослужителя, больно. И я думаю, для паства это соблазн, когда священник идёт на службу в соколочке или в футболочке, чуть ли не в шортах или в бриджах. Там вот внешний вид у нас жарко. Там в сандалиях или вообще в шлёпках всякое бывало видеть. Приходилось мне видеть. Поэтому священник и потом приходит и переодевается. Одевает уже лясу, подрясник, как положено облачение. Вот у меня это вызывает ассоциации. Человек пришёл на работу. Если вы помните моё одно из самых любимых выражений, всего лишь две специальности служат. Священники и врачи, и все остальные работают. Поэтому священник должен служить. И это чётко оговаривалось ещё и правилами святых отцов, правилами Вселенской Церкви, по которой мы живём уже 2000 лет. По этим правилам. Священник не имеет права хотя бы на службу, пусть приходит в подрясники. Сейчас есть различные виды тканей. Недорогие ткани. Лён не такой уж дорогой. И поэтому можно пошить себе нормальные подрясники летние и ходить в них. Вот это очень важно ещё. Я пример Греции приведу. В Греции обсуждался вопрос, чтобы священникам разрешили даже дома находиться без подрясников. И Синод Илладской Церкви принял решение, что нет, даже дома священник должен свидетельствовать о Христе. Поэтому вот здесь вот где-то может быть тайна, там, конечно, когда священник куда-то идёт, там это ещё в распоряжении не говорилось, не оговаривается об этом. Но на службе священник на службу должен ехать подрясники. У меня по поводу переездных, перевозных пунктов приёма крови донорской. В принципе, это очень хорошо, что этот пункт приехал на Моторсич, и поэтому такое количество людей, наверное, участвовало. Не рассматривали ли Вы вопрос выезд в районы этих переездных донорских пунктов, для того, чтобы каждый житель района знал, что там такого-то числа, там-то будет принимать, работать этот перевозной приёмный пункт, и можно сдать кровь. Да, конечно, это уже по опыту прошлых лет. Вот отец Митрий как раз нас этим занимается, и уже распределён график, где, в каком районе, когда приедет выездной пункт переливания крови. Это уже мы всё это сделали с областной станции переливания крови. То есть это всё будет. Будем завершать нашу встречу. Благодарим нашего гостя за эсерпающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждём вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. Спасибо вам всем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова